Рады приветствовать вас в Центре славянской культуры. Сегодня вместе с коллегами из Польши поговорим о российско-польских отношениях, интерпретации польского гуманитарного знания. Я передаю слово Алексею Григорьевичу Васильеву, кандидату исторических наук, профессору. Алексею Григорьевичу, представьте, пожалуйста, наших высоких гостей. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я очень рад всех видеть и с удовольствием представлю наших сегодняшних гостей. Ну, я, наверное, просто начну по порядку. Прежде всего, профессор Ежи Менкес, представляющий высшую коммерческую школу в Варшаве, председатель польского отделения общества юристов-международников, один из самых известных юристов-международников Польши и Европы. Профессор Миросов Филиппович, директор Института Центральной и Восточной Европы, профессор католического университета Иоанна Павла II в Люблине, сопредседатель группы по сложным вопросам, российско-польской группы по сложным вопросам. Профессор Варцов Цабан, профессор университета Яна Кахановского в Кельцах, один из лучших польских и европейских специалистов по истории, ну, прежде всего, я думаю, 19-го века. Марек Радзиван, научный сотрудник, доктор Института Центральной и Восточной Европы, я думаю, что пан Марек многим здесь прекрасно известен, как недавно еще директор Польского культурного центра в Москве, театровед, историк культуры, публицист, переводчик и, в общем-то, чрезвычайно многогранная личность, я бы сказал. Профессор Рафа Внук, профессор католического университета в Люблине, специалист по проблемам памяти в регионе Центральной и Восточной Европы, политичности, национального движения в регионе Центральной и Восточной Европы, ну, я думаю, профессор тоже добавит, если я что-то упустил. Вот, и в таком прекрасном собрании мы сегодня встречаемся. Наши коллеги приехали для участия в таких, я бы сказал, двух взаимосвязанных мероприятиях, прежде всего для представления результатов польско-российского образовательного проекта, о чем профессор Филиппович, я думаю, нам еще скажет, и для участия также в конференции, посвященном столетию восстановления независимого польского государства. Конференция проходила сегодня в институте всеобщей истории. Ну, и мы, конечно, не могли упустить такую возможность, чтобы такое блестящее собрание польских интеллектуалов сегодня не пригласить сюда. В отличие от всех предыдущих мероприятий, мы не формулировали здесь, какую-то, знаете, строгую повестку дня и не ставили каких-то изначально вопросов. Мы рассчитывали и рассчитываем на достаточно такую свободную, открытую дискуссию, которая, в общем, ограничена только несколькими понятиями польско-российские отношения, история, историческая наука. И в каких соотношениях эти три понятия между собой находятся. Вот в этих довольно широких рамках, мне кажется, у нас будет происходить разговор. Мы согласовали с коллегами, что это будет происходить в режиме такой дискуссионной панели, то есть каждый из участников выскажется в течение, ну, примерно пяти минут, или если чуть больше, если кто-то захочет. А потом будет возможность задать вопросы, реплики, вопросы из зала, вопросы друг к другу, в общем, в режиме дискуссионной панели. А сейчас я, наверное, Сергея попрошу взять дальше введение в свои руки. Спасибо большое. И, может быть, Тегорич, вы о себе расскажете чуть подробнее, как бы мне оцениться. Можно говорить, в принципе, и без микрофона, поэтому, пожалуйста. Ну, так, обо мне, ну что же, обо мне, что можно сказать. Я научный сотрудник Института Центральной Восточной Европы в Люблине, также я работаю в русской антропологической школе ФГУ, и, как сказал уже Сергей, являюсь профессором факультета гуманитарных наук высшей школы экономики. Занимаюсь проблематикой memory studies, польской памяти, исторического сознания, национальной идентичности, историографии, преимущественно в период разделов в XIX веке. Ну, вот это мои такие основные интересы. Может быть, мы начнем с презентации сборника и закончим. Когда мы начнем с презентации, то кто возьмем слово? Проводитель так же. Дякую, пожалуйста, еще раз. Я не буду Państwa мęчать моим премицыдом росыським. Буду говорить по-польскому. Нужно переводить. Не, не надо. Хочу только додать до того, что сказал Алоша перед часом, что все наши коллеги, которые с членами полско-росыщей группы в освободство нулю. То есть мы, не в комплекте, потому что группа лице 15 осуào, но, но, уже в 1.3. То уже есть четыре. И так. Я покажу Państву двое темное. На этом первое. То есть, что это делаем в центре. и если вы захотите на это ответить, то будет проще а то сон то сон два тона по полску и два тона по росыску они не са идентичны, но са своими ответственниками полска эдиция есть в колорце росыскому этот колор на зредукованный, но это возникает сразу из того, что Академик Шопар-Ян выдаил собственную версию тома в маленьком плецаке я вам показываю это версия росынская только в этом случае я попросил о зброте прошу вас идея этого проекта родилася в 2012 году если могу седеть и полегала на том, что постановили и Россия вылить по-за определенный стандарт стандарт до той поры полегал на том, что министерства помолвали комиси подрэпшлиховы те комиси працовавы это помолвали святый материал но этот материал служил потом гумно бюрократам министералным но не имел безпосреднего пребывания на прачу это еще не был не горшим моментом полско-росыскому в 2012 это значит это было по 2010 но это было еще пред разными следующими событиями все 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 мы все все мы Я манипулировал этим микрофоном, я его выключил, и все мы чувствовали, что это хороший помысл, не чтобы написать что-то, что дает ученикам и ученикам одну версию истории, потому что чего-то такого не есть. Только что-то, что позволяет Россиям посмотреть на разные обзоры polskих пречуле, или политиков, и что-то, что позволяет Полакам посмотреть на разные обзоры российских пречуле. Прекрасно новым в этом было такое, что принимали засаду, которую в этих двух томах отримали в каждом случае, что каждый эсэй впроводзающий до какого-то загадкиння есть написанный wspólно через российского и российского автора. И они так долго работают, пока они не работают в своей версии. Прекрасно, чтобы не банализировать и не уникать трудных проблем, потому что всегда есть такая покуса, что как история политическая нас дели, то может займёмся историей культуры, потому что она такая безопаснейшая. Но, что это не хороший помысл, то значит трубы замкнутые в сафе в целом будут трубами в сафе, лучше эту сафу открыть и попробовать что-то там с этим сделать. Я вообще не хочу говорить за долго, потому что будем еще разговаривать в дискусии, как я понимаю, что я всегда помню о такой засаде св. Августина. Он сказал, что это веритас дурци с эта амара, когда дурци с эс бацит, когда дурци с эмара курат. Дурци с эс бацит, когда дурци с эмара курат. Правда может быть слодка или горжка. Как есть слодка, то схлебя. В доме смысле усыпи. Как есть горжка, то лечи. В смысле? В trusts и источ получилось. Тихая. В таком fala. Перевчаткуция – я о проекте не бессade. На. Да. На. sky manners по пр В этом новом раздании, в месте этой группы, которую проводил профессор Ротферд, я, конечно, был в контакте с профессором Ротфердом и корыстан до той поры с его рад, подумал, что мне не было поважного правильника международного, в таком зесполе это всегда придано. Такую функцию выполнил сам профессор Ротферд в этой группе. И спытаем, честно говоря, профессора Ротферда, кого из этого строительства был бы мне рекомендовал. Он рекомендовал мне профессора Менкеса и я, по первой разговоре с профессором Менкесом, вiedziałem, что это святный помощь. То есть, может быть, не говори о проекте, не говори о том, как с перспективы нехистерика, то есть моя пропозиция, выглядит та вредна роля истории в кштовании, в совместности, или, например, моё второе вопрос до Пана, я отразу в диндискутанты, как мы сейчас говорили, что это смысл уникания истории, такая постара, в которой абстракуемся от истории в общем и говорим о том, что мы говорим о будущем. Добрый вечер у вас. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рада, что я очень рада, могла с вами встретиться, что мы встретили, что мы встретили, что мы встретили. Я себе позволю начать немного неудачно от цитования самого себя. Какие часы назад, вместе с двумя экономистами, опубликовали мы артикул посвященный, одна из них, это экономистка праздника в Польше, а другая в Мексику. И опубликовали мы артикул посвященный видению через Польшу организации, институции, интеграции европейской, атлантыской, просто mówiąc, Уни и НАТО с полской перспективы, нафты этой организации współpracy Пółноцной Америки с перспективы Мексику и видения Польши и Мексику через те организации. Круто говоря, страны средней величности, этих организаций. Велика цитингов, государственных, политических, институкциональных, но я себе позволяю начать от такого встепа до этого артикула. И написал, что Польша с Мексиком не встанет никакого конфликта. Не только не тоczyли мы никогда войны с Мексиком, но не проводим никаких поважных спортов с Мексикой. И, конечно, родятся вопросы, почему нам удалось заховать так досконалые stosунки с Мексикой. Нарзуца себя такая перспектива, ну, по-перше, потому что мы странами-народами католики. По-друге, в обу наших państвах есть очень сильный культ мариин. Который элемент. Оба наши państwa видят себя в стопинку до своих соседей как выжечь цивилизований. Мексик считает, что с пулноцом во время поудня. Мы считаем, что за захот во время встопа. Но иначе наши соседи с другой стороны считают нас за противоинство. То значит, Америки и Канадыльцы считают, что Мексик является поуднем, а Европа захотняя считает, что Польска является встопом. И на все эти вопросы отвечают негативно. Мужчина, что жаден из этих цинков не вплинал на брак войны между Польскою и Мексиком. Децидущим цинком является география. То значит, мы не гранимы с Мексиком, что унимиожлилило нам кулцение себя о каком-каке с Мексиком. Ситуация соседства есть точно инна. Независимо от того, на какой регион географичный споидрым, то теми, которых ненавидзимы, межимы, в тюле головы зле вспомнения, а с соседями. И есть то без значения, что чисто объективно декидует о нашем родове до сомиадов, что декидует о рожницах, какие соми жидва конфликтов. Это точно так, как в межканью, как в блоку. Не любили сомиадов, а поводы до конфликтов иснилили завси. Это есть первая сомиадов. И это есть отношение к нашего сомиадов, немного впроводения до сомиадов. Прошу, 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 перевод, можно? А можно вы, можно на сядь, и будете переводить, чтобы два человека это перевод? Перевод перевод коротко, да? Может быть, здесь нужно 2 человека, ах, тогда и без микрофона. Это микрофон. Садитесь. 2 человека, я пробую, чтобы позволили, чтобы вы приезжали. 2 человека, это так? И 2 человека, все мои коллеги, это истории. Все мои коллеги, истории. Я закончил студию на этапе конца первого года. И это 3-го семена. что с помощью кружки и достаточно размысливок и от этого времени не занимается историей в статусе статусе в статусе, в просмотрении мiędzynarодовой сейчас занимаются организациями мiędzynarodово такая сторона справедлива в праздниках м vãoши, что было И для меня, в данной истории, не есть ни для того, чтобы решить прошлость, чтобы улучшить конфликты, ни для меня вступать в прошлое. Для меня, в данной истории, выясняли нормы, институты и способов их функционирования. И я, я уже закончу, не буду майоризовать этой дискуссии, я это выясню на пару примеров. В моем базе Организации Безпечества и Всппраци в Европе и в Вщественнейшей Конференции Безпечества и Всппраци в Европе интересным был систем конгресовый по Конгресу Ведењскому. Потому что это был первый взрыв этого конгреса. И, бадаясь, хотелось себе ответить, почему в моменте, почему, по-перше, этот систем не справился, какие были его слабости, а по-друге, почему, в моменте, в котором существовали новые институты, Лига Народов, Организация Народов Зимойночных, все было до системы конгресового. Бадаясь организации международные, такие как Рада Европы, как Организация Союзу Пółнотно-Народского, НАТО, все было до организации с часу старо-житной Греции. И я вроде бы дошел до таких организаций с часу старо-житной Греции. Потому что, где-то до 19-го века это было предпринимано, где были варианты до вытворения минимума ровноваги, которая уможлилила вытворение организации международных. И заинтересовало меня два модели организации греции. Организация религиейная, то есть, что социальная работа на основе ценности, которую поровнаем до Рады Европы. Для меня религия прав человека, а говорю это с перспективы кого-то вызнающего религию прав человека, это просто религией. Это религия узнания ценности. И другие, античные с часу греки, организации политично-обронные, которые поровнывали до Организации Союзу Пунотного Рады Европы. А ведь для меня история есть нарядием познания дня сегодняшнего. Есть pewnой próбой в мере возможности бледного открытия будущего. Остатнее задание. В очень многое науках оцекуясь поглазов нового. В праве международном, если кто-то говорит, что он как первый на какой-то помысл впадал, например, говорят это докторанци, студенци, то есть две возможности. Или я имею в виду с неукой. Он не читал того, что написал Грослуж и другие. Или с идиотом. То есть он вымыслил что-то, что вымысловано пред ним, но тамци потратили понять, что этот помысл был глупи. То есть это нарядие истории. Спасибо большое. Молавка, Привород irritated, что я рассказываю с дириом полашки о çıkar garant ROSE из XIX веков. Главная история политика. Главные образования Возвращение в Казахстане в Корпусе Офицерском, на праздничном 19. вентиляции, очень шатинково, потому что не дать, что праздновать в России, что в России, 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 тоնтили точно 2 части, а не объяв about十 Seiten по Русски, в России, в Конкрпусе Офицерском мы видим, что примерно 20 000 рублей. Это достаточно, ну и, может, они интересуют меня, на тиле стопни авансования и так далее, как взаимные релакции полаков, или полского похода с Россияами. Одно, что в большинстве стопни, до Корпуса Витальского смежали Полацы, так называемый джем забраны, забраны во время кого-то, кто радит, входит в терины входящие в склад Республики Шлаховский, то есть в терины литерско-белорусские части Украины, с Кулерства Полского в далекомнейшем стопе. Второе, что так говорю, моё интересование, то лосы с Слэнком Слэши, ойле на почтку XIX веку, до повстания листопадового, есть порадка несколько сотен человек, то по повстанию листопадовым, говорим о десятках, в том, что те люди были втираны в армии лосейской армии. Однако, по повстанию листопадовым, тут есть еще один вид. В грн. речи на Катург, подваление, посыление, житие, жительство и т.д. партнера, Сибиря Заходня, то губно на замешканиях. Серьёзно, в какой-то час были амнестии и коллаки обратились. Но не мы можем определить, сколько коллаков и из каких поводов мимо амнестии было. Это проблема, который, я надеюсь, в этой неделе организует, в том, что мы можем делать с историками российскими, сибирскими. Бо Бетербург, Москва, эта проблематика невеликой к нам интересует. И нам надеюсь, что такое повстание и такими лосами, в которых мы тоже занимаемся. То есть, что-то еще интереснее, если сама ссылка по 1-й. И еще несколько часов, сама ссылка. Ага. Так, я тогда по-русски скажу, что было. Скажем, когда то есть три немножко. На самом деле, если бы возникли конкретные вопросы, в том числе от ведущего, было бы, наверное, легче. Скажем, мне там не то, что сложно, а даже неудобно представлять самого себя и говорить, о каких круг моих интересов, в общем. А вам это, может быть, не очень интересно, но я все так и скажу в качестве небольшого такого вступления. В 2-3, поскольку коллеги тоже говорили о круге своих, в общем, им интересов. Я занимаюсь, ну, в научном плане, хотя, в общем, условно наука и научный плане, так сказать, довольно грозные и высокие слова, как я бы употребляться слишком часто не хотел. Грубо говоря, тоталитарными системами, в первую очередь, таки Советским Союзом. И в, вот это круг моих, в теориях, тактарных систем, и в Советской России, и Советской Союз. А может быть даже, если более подробно сказать, то, что Жильем Белда назвал, по-польски говорим, «здрадоклерк». Значит, ну, некоторые обязанности интеллектуала, интеллигента, так скажем, в нашей части Европы. Человека культуры, если определить, что это значит, в самом деле. Его обязанности в отношении к обществу и к самому себе. Его честность, честность человека, который живет в тоталитарной системе, возможно, честность человека, который живет в авторитарной системе, потому что переход с тоталитаризма в авторитаризм довольно сложный, и очень часто есть большие трудности и, конечно, огромные дискуссии, что является уже тоталитаризмом, а что является еще авторитаризмом. Но это самое главное. А то, что мне как-то, может быть, помогает и в этой работе, в Рубинском институте, в Восточной Европе, это вот то, что я 5 лет, как уже было сказано раньше, я 5 лет, уже в Москве с сентября 2009 года по сентября 2014 года. Я работал в Восточном институте в 1995 году. И такой период с одной стороны довольно важный в качестве, ну, вот этой самой работой, что в Москве в России, в Москве, потом важный тоже, давайте еще раз это слово, в научном плане, значит, были другие возможности попекать по активам, поработать за ядами, и, в общем, определить, определить как-то круг интересов на ближайшее время. Это, не скрываю, это бесситинское движение в Советском Союзе, после оптики бесситинское движение, но оно, это понятие довольно обширное, можем говорить и про великих братьев, и про отказников, и про игры из-за выез, это было бы огромным, это уже как-то шить, ну, с начала 70-х, кажется. А то, что, не знаю, вот там, движение крымских катаров за возвращение в Крым и в 70-е годы. А то, что мне, то, что мне кажется самым интересным, это правозащитники. То есть те, кто в детском движении, ну, как это, в общем, сказать, коротко, и те, кто, кто работал не на себя, а на других. Грубо говоря, Александр Даниэль, сын известного Игоря Даниэля, он определяет это так. Мне очень, очень нравится, это очень короткая и точная формулировка. Сергей Ковалев интересовался судьбой литовских католиков. Часто ездил в Вильнюс, там потом его судили. Но литовские католики не обязательно интересовались судьбой Сергея Ивановича Ковалева. Вот, в этом смысле то, что мне кажется самым интересным и то, что является прекрасным примером ответственности импультуала человека, интересующегося в общественной жизни, да, в разных его, там, правильных, это правозащитное движение. А сам период с 9-го года по сентябрь, по 8-14-го, мне казался, может быть, самым интересным здесь в России, работать в Москве. И сегодня мне так кажется, что, ну, с перспективой уже почти 4 лет могу сказать, что 9-й год это некоторая тишина, и, может быть, мы не будем спорить, а может быть, не будем спорить, но я тут говорю про моё субъективное ощущение, некоторого застоя, потом, ну, президентские выборы, потом, белолеточное движение, а потом Крым, война с Украиной. В этом, в этом смысле эти 5 лет, это несколько очень таких резких поворотов в внешней экономической обстановке, и, в этом смысле, работа здесь с 9-го по 14-й год было, наверное, намного интереснее, с моей точки зрения, чем, условно говоря, там, не знаю, с 2-го по те же самые 5 лет, с 2-го по 7-й. Ну вот, это так, извините, слишком долго, а все-таки, я думал, лучше было переходить после как перечераповак вопросом и дискуссией. Спасибо. Я могу уже сейчас задать вопрос. Спасибо большое. Если вы не против языка русского. Доброе? Конечно. Я, панцы. Готовясь к нашей сегодняшней дискуссии, я с удивлением для себя обнаружил там панамарка, потому что незадолго до того, буквально за неделю, использовал фрагмент его статьи в своем докладе в Государственном институте искусствознания. Я очень далеко захожу, но попытаюсь сейчас объяснить, почему. Это статья о защитных цветах в Занусе. Там вы пишете о другом фильме, о человеке из мрамора Вайды, что этот фильм позволил снять табу, дословно, на дискуссию о сталинизме впервые в художественной культуре. Так громко, да? И в связи с этим вопрос у меня такой. В учебнике, который подготовили вы, в том числе, правильно я же понимаю, насколько учитана роль культуры, художественной культуры в формировании и определении исторического процесса, социально-политической жизни? Спасибо. Да, я сейчас коротко расскажу, а потом добавлю еще. Будут уточнять. Так, первое уточнение, то, что вы видите здесь, 20-ти какой человек там уже говорил. Это два первых тома. В Москве будет поле ранее. Да. И та часть, которая и я имею в виду, она еще не окна школа, но сейчас там работа завершается. Это 20 лет. Поэтому за те, которые здесь я отвечу не могу, но, на самом деле, подход же не тот же. Конечно. Мне кажется, что не только в работе над этой Кибикатей, а вообще в том, как я понимаю, как-нибудь, наверное, по моему работе над этой Кибикой, что человек, который занимается классом в разных направлениях. Это, ну, подход с разных сторон. У меня действительно получилось так, что среди историков у меня как раз в институте истории, и просто наоборот меня всегда считали, ну, там, театроведом. Это так, ну, не то, что унизительно, но и сам историк театра, это не так. Ну, в такой себе, там, пришел к нам к историкам. Среди театроведов меня уже давно считают просто твердым историком. Я там тоже чужих-чужих. Это довольно удобно и приятно освоить это, на самом деле. Хотя в первый момент, кажется, она немножко может истка. Но есть, ну, есть тут и, мне кажется, отоважительный момент, который заключается в том, что, нет, я вообще не признаю даже такого, скажу очень жестко, не признаю историю дипломатии как таковой, и экономической истории как таковой, и там истории культуры, и истории искусства как таковой. Мы же не можем писать про картину, ну, там, кинушную версию, и про картину, кто-то там пишет художник, не понимая, что происходило вокруг него, что происходило в этот момент в дипломатической, политической истории. Но тоже в его такой ежедневной жизни, да, мне кажется, что быть ежедневной жизни, очень важная часть истории, которую, на самом деле, описать сложнее всех, может быть, и других, потому что документов нет. И с ощущением, и с мамула, и с воспоминанием. Вот твердых документов с печатью, которые держат там от Бюро, их нет, стоит понять там, не знаю, ежедневный быт. Он тоже очень сильно влияет. Мне кажется, что, ну, самое главное, ну, ты не можешь быть специалистом во всех областях, естественно, но попробовать с разных сторон подойти к периоду, в которой ты занимаешься, ну, это просто... Да, изначально обязанность. Даже если именитное настроение... Наверное, мне надо дополнить, извините, потому что о культуре речь, а поскольку, действительно, Марк писал 20-й век, а я-то, собственно говоря, разделы культуры писал как раз в первом и втором томах, то, наверное, ты должен дополнить. Вот, поскольку, значит, в первом томе 14-18 век, да, вот нам с профессором Вашкевичем из тоже Любниевского университета, довелось, католического университета в Люблине, нам довелось написать раздел о польско-российских культурных связях 16-го тире 18-го веков. И это, в общем, было, ну, не то чтобы легко, но достаточно понятно, потому что 16-е, 17-е, 18-е века — это вот, действительно, три столетия, каждая с довольно характерным таким обликом в польско-российских связях. Они, действительно, каждый из них — так редкий случай в истории, но, действительно, это вот эти границы столетий, они такие неформальные, а, действительно, каждое столетие, в общем, достаточно специфично, когда начинается 16-го столетия, в общем, с одной стороны, Россия еще находится в состоянии, ну, как ее назвал академик Панченко век русского одиночества, некой вот такой изоляции, депрессии, а Польша, наоборот, в этот момент золотой век находится на подъеме, и тут вот очень интересно посмотреть, этим в России формируется абсолютизм, самодержавие, в Польше, наоборот, формируется же строительство и штрихецкой демократии, и как в этих условиях происходит межкультурный диалог, когда политические системы начинают расходиться совершенно. 17-й век, с одной стороны, все там начинается, вроде бы, со смутного времени, с конфликта, и заканчивается значительно, ну, и конфликт продолжается на протяжении всего 17-го века, но в то же время 17-й век — это один из самых продуктивных и плодотворных веков общения между российской и польской культурами, а к концу 17-го века — это просто век, то есть это период практически такого официального полонофильства при русском дворе, когда, собственно, там царевна Софья и, собственно, царь Фёдор Исейчин просто говорят по-польски, и польский язык просто является языком двора российского. Ну, и 18-й век, когда, собственно, и Россия, и Польша в какой-то степени становятся, ну, такой некой периферией общеевропейского такого движения просвещения и как они реагируют, так сказать, в этот момент на просветительские вот эти течения и друг на друга в связи с этим. Вот. А во втором томе 19-й век там мы писали с моим коллегой из Варшавского университета Петром Глушковским про формирование национальных культур, национальных идентичностей и польско-российские, так сказать, связи и отношения именно в связи вот с этими нациотворческими, нациообразовательными процессами, характерными уже для 19-го века. Очень коротко. Я возвращаюсь в свое... Так, так. Уже не буду... А я бы хотела... Давайте, Рафа... Рафау... Я могу ждать. Рафау тоже скажешь? А пока говорите... Наше вопрос. Уже говоря в репакторе . А обязательно мне подумаем. А сейчас А . Я вращаюсь к тому, что такое черни. Не подрэчник, а те материалы. Черни, вот те материалы. И так далее. Когда с профессором Клитовичем давно говорили о проекте в конце, чтобы это не было скеровано мы хотели, чтобы это не было скеровано мы хотели, чтобы поле поражения был широким смешным падал помысл, чтобы сделать что-то, что будет готовой лекцией для научителей кто-то есть готовые люди с интеллигентные, ленивые люди ленивые где есть сценария лекции, материалы голосов, эсэй, в 30 минут мы готовы лекции. Почему так? Почему так? Я мам doświadczenie с полско-немецких праций. У меня есть опыт такой учебной работы, в связи с тем, то есть пренесение pewного помысла претестованного на ином трудном соседе на другого трудного соседа. и, по-звольте, на легкие подеихи, полско-немецы, с чехами и слоуаками, в уголе не смеется, чтобы делать какое-то совмное, не имеет потребности, чтобы делать что-то. И нет, что делать с Литвой? В Украине? В Украине. Но не входит в следующий . В той твили это за初ечный и в руку не в свой звуще. Но, сейчас это было не может. несказано, это стремление невозможно. О Белоруси то в уголе в уроду В Немцамь находились на этапе из-за закончения пра... над продолжением польско-немецки Мы на последнем этапе подробнее общего учебника для общих, для того, чтобы образовать систему недидактических материалов общего учебника. Сегодня даже формально и из-за места, где мы находимся, где мы находимся. Студ помысл 10 лекций для каждой эпохи. В каждой из этих эпох, есть 10% почитанного культуры. Это не эффект того, что мы так себе вымыслили. Только этот материал может подключить, что называется, подставы программные Российской и Польшой. И может ответить на потребность двух подставов программных. Реczywiście та культура, то есть 10% до килкунастых в вашем и в нашем системе элитации. Это, наверное, самые важные вещи. Спасибо большое. Может быть, вопросы из зала будут? Да, спасибо большое. Я лично хотела, я пошла. У меня, по предыдущему посетению, о контексте я хотела. Дало ли вам что-то про желание, кстати, сердце на свет? Я, в общем, у вас помню. Какая-то культурная программа постоянно была. И какой-то контекст, то есть какие-то бытовые мелочи здесь как-то. Мы люди, конечно. Ну, конечно, я понимаю, что это напрямую честь. Развивание, да? Но всё равно общение живёт. Это очень широкое. Да, ну давайте очень коротко. Да. Такой, да, мелкий вопрос. Но... Ну, я был... Два момента важных, мне кажется, было. Но первый такой, что культурный инцидент, это если хочешь, если не хочешь, это будет очень такая чиновническая история, как в посудке. Но если не хочешь, она будет совсем свободной. И культурный инцидент, то место, которое, в отличие от самого посудства, выходит, в общем, в пространство. Она же... Я же не работал на... Культурный инцидент не работает на польскую чиновщину и на польский мир. Наоборот, у нас... Культурный инцидент создан именно для того, чтобы выходить в город красивый, украинской местной публики. Поэтому это очень удобная ситуация и... Возможность, в общем, ну и... Бесчисленных знакомств, например. Мы там посидеть на кухне, поговорим... Ну да, 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 да. Уедай. Продолжайте студентскую тему, да, на кухне. А потом... А потом еще такой личный момент, который развивать сильно не буду. Ну, моя жена русская, я сюда перейкал как ее муж в первую очередь. Очень много знакомств. Она была журналисткой... Она была журналисткой... До начала 2000-х годов коммерсанта. Поэтому очень много ее знакомства. Их бы просто... Их бы просто не было, если меня она... Вот это тоже такой... Мне важно. А потом, ну, знаете, у меня всегда есть претензии. Я думаю, они будут всегда... И они... Очень субъективные, наверное. Они, может быть, с ними справедливые даже. Но мне кажется, что... Информация в Польше про Россию... Вообще это не касается информации в Польше про Россию. Это любой информации, про любую другую страну. Это касается... В общем, всегда это так. Она... Да. Она... Она... Как-то... Состревает на каком-то довольно общем... Официальном уровне. И очень сложно понять, как... Если ты здесь не бываешь... Не то, что не бываешь, не жил. Просто сложно понять, как... Как много разно... Как многообразная жизнь. Я не говорю... Плохая, хорошая, богатая и бедная. Как она разнообразная и хаотичная одновременно. Это... В общем... В прессе это не передать. Это не претензия. Это никакой польской пресс. Просто так оно и есть. Поэтому здесь живешь, понимаешь, намного больше. Потом... Ну, а потом... А потом... А потом... А потом есть вещи, которых, наверное, тоже понимаешь. Хотя и книжки не всегда можно прочитать. Но сейчас я скажу вещь, которую даже стыдно говорить. О том, что вам всем это очевидно. И, может быть, даже не поймете, почему я такой пример сейчас называю. Я показывал моим студентам в Варшаве... Добро пожаловать. Весь, которую все там... Да, криво. Который... Да. Емунгина сценарий. Все смотрели это сто раз наизусть. И, в общем, понятно, что это все подростки смотрели 10 лет. Обычный такой кино для... Хорошо сделано для... Вот здесь теперь подслеживание людей. Вот, я не знаю, смотрите. Все это обидно, а они это не видели. Смотрите. Есть лагерь. Ага. Закрытая зона. Есть люди в этом лагере. Есть начальник лагеря. Там есть пряж на той стороне реки. Это свободное место. Там вот эти местные хулиганы там купаются. Но нам туда нельзя. Там свобода. Но нас туда не пускают. Мы в этой закрытой зоне. Есть парень, у которого... Ему там сказали, возвращайся домой. Ну, парень там бабушки не пройдет. Есть бессендент, который прячется. Он живет в реальном, буквальном подпорье. Да. Есть люди, которые ему помогают жить в подпорье. Но есть тоже стукачи, которые бегут к начальнику лагеря. Слушайте, это за государственные советские деньги снято очень сильное диссидентское кино. Причем фамилия его Иночкин. Да. Иночкин. Иной. Да. Да. Иночкин. Вот. Я им это показывал, когда мы говорили на занятиях про Ольцикле. что вот это фильм вышел в российские советские кинотеатры за 3-4 месяца до снятия хрущева когда пришел брежнев через полгода это лента уже пока он ею бы уже не показывали что-то в общем доказывает уже пример следующие ленты климова по хозяинам зубного врача который пролежал там до перестройки к чему я длинный этот монолог извините потому что очевидные вещи ты не понимаешь если ты здесь не состояние понюхать не будь пожалуйста я пустил вас добрый я ванга мою на это по польску а потом просто Большое спасибо. 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 Знайдемы люди тримащихся ПЕВНЫХ ВСПОЛНЫХ СТАНДАРДОВ В КАТЕЛЬТЕЙ ГЕРУЦА, ПОПСИХ СТАНДАРДОВ РОЗМАИТЕ АКСИОЛОГИЧНЫЕ ПОДЕЩИЯ АЛЕ ВАРШАТ БЕЕ ТЕН САМ ВСЕЛЬНИЕ СПОМНИВАРОЧНЫЕ АЛЕ ВСЕЛИ ВЕЗЬМЕМЫ ХИСТРИОГРАФИЯ ЗАААНГАЖОВАНОВАНОВА ТО РОЗМОВА БЕДЕ ТРУДНЕЙСЯ ОБЕ СТРОНЫ В СИАНА ТРУДНЕМОΣ А БОЛЫ E В ЗАПИТ ВОЗМАЦИЯ ТЕНto Fed spectrums ЗДУДНЕМІЯ НЕ After Speaking 少 audio ПОПЕМ БЫЛИ СОНДЕМЕ ЗДУДНЕМ том, ПОПИЛЯЯ ОТОitate Игорь Михайлович, Игорь Михайлович, Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, Игорь Михайлович, Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, 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 Игорь Михайлович В Польше не было на нас меньших нацистов. В Польше не было на нас меньших нацистов. Почему мы догадывали себя с авторами? Мы не говорили в согласии с авторами. Росейские авторы были вспомнили. Росейские авторы. Мы не можем на каждого из этих авторов нарекать. Мы не могли бы с ним знать на авторах. И то, что есть, наверное, нафайнейшее с этим всем, потому что не все узнали в России. Мы не все были знакомы. Мы не все были знакомы. Я у вас есть несколько новых друзей. И для этого как-то мне было несколько новых друзей в Москве. Проблемы происходили в том, когда комиссия откреплена. Проблемы происходили когда-то появились как-то комиссия, которая началась оценила. Они были даже злили, что у нас не было żadной комиссии оценила. И что у нас больше не было никаких правительных средств. Президентом комиссии откреплена. Мы потребовали рады, чтобы мы сейчас радили. Там не нужен чиновник. Там не нужен чиновник. То, что мы написали, потому что чиновник в definиции нет меньше, чем мы. Сам, что чиновник по поведению знает, не меньше, не меньше. Вроде бы, что было труднее, чем писание этой тазы. Это было самое трудное в ходе написания работы. Да. Я не имею никакого проблемы. Я не имею никакого проблемы. Мамор не был никакого проблемы, потому что не мог быть на линии. Сидел себе в доме, писал, компактировал себя. Приходил текст из России, угодненный. Доброе. Самым проблемом была комиссия. Так, то я знаю, что в час. То, что мы делаем, не сможем. Нагленно человек встает перед сцей, который не нам кажется. Вдруг человек оказывается, что есть стеной. Это комиссия, которая, даже не знаю, кто ее там творит. Я даже комиссия, которая не знаю, ракурой взялась. Я должен через каких-то последних это не дискутировать. Это не удобная ситуация. Это не удобная ситуация. И партнер И партнер есть усыщенный так, что не имеет финансовой, а мы необходимо скачать на час и мы должны в рамках проекта у нас есть Продолжение следует... 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 Это не было большой проблемой, но это немного меня удивило, когда мы с академикой Шубарьяном взялись там остаточную версию предмоги, когда мы с академиком Шубарьяном конечный раз взялись мы. Это была написана прежде меня и потом акцентована и немного средагована через академика Шубарьяном. Это предмога, которую я достоин от росыских коллег, я узнал за сбыть, как бы сказать, поважно написано. То, что я получил от насильщик, который я не могу сказать, это слишком серьезный язык, который надо написать людям в школу. И на визиту у дентыстов. Чтобы это не напоминало о приеме уродного врача. Уживаю слова. Уживаю слова «заборцы». А, и мы использовали там слово «заборцы», то есть государские участники разделов. Захватчики. Это слово по-польски звучит абсолютно естественно. И не только по-польски звучит 19 века, а потом уже слово «заборцы» захватчики. Уживаю слова «заборцы» в русских коллег, то есть зафарцы. И в России были уникальными трактатами международными. А в связи с этим Россия не была захватчиком. И он сказал, что раз взял по-польски, что результаты международных трактатов, но Россия не была захватчиком. И в России никогда не было захватчиком, но Россия не была захватчиком, но Россия не была захватчиком. Это, видите, мы за все такое модель возникло в Австрии, в Примарии Терезия. Она поставила возникла Галиции, чтобы исторически обосновать, что не было захвата. Это просто, так сказать, литерированная была самой историей. Но в часах трудно. Еще одно вопрос. Пожалуйста, мне сказали, что есть коллегия до трудных исторических, так? Нет, не только исторических. Проблемная, а не трудная. Важная история, так? Или трудная? Трудная, но и в детской культуре, не только в истории. И несколько таких трудных справ были уличены. Я могу попробовать это сказать. Ну, как я, то видишь. Может быть, я просто чекаю. То роджалы. То, а если... Если хочешь разбор, если хочешь об истории, то... Если хочешь об истории, то... Война 20-го года между... Война 20-го года. Хочется быть так. Не пробо. Приш Berтр beat城öyle. Нет. Я решила меня. Уimmen. Нет. Да, это главный миру. Нет. Н užat昨akahang за frase cohort не являетсяerin囉USE RE aperтилии технии. Я не так сказать об истории. Ведь они прекрасные описанные истории. даже в прежней составе этой группы которая существовала, которая тоже существовала когда по анексии Крема полска замрозила праздник после анексии Крема в Польше прекратила работу потом появились новые фазы потом начались следующие этапы ухудшения отношений только в прошлом году было решение министра было решение министра обновить группу в прошлом году был профессор Адам Ротфер за стороны росыськи также поважный человек с расистки был академик Тоттунок и они выдали в прошлом году и обновить У нас прекрасный польский состав, но Российская страна сегодня не поняла решения о размораживании. Мы работаем сами, одни из российской страны. У нас нет другой половины России. Я не был простым представленным, как руководитель российской части группы государства Рудника. Я не представляю себя как директор института. Я не представляю себя как директор Рудника.